Всем добрый день, уважаемые коллеги профессионалы и любители красивых ногтей! Сегодня я хочу рассказать об одном очень важном элементе классического маникюра, как удаление кутикулы одной ниточкой, одним шнурочком или одной колбаской, как сейчас многие мастера в шутку выражаются. Хочу рассказать о некоторых особенностях, без знания которых и без применения которых в принципе эта процедура не получится. Если у вас и получится одной полосочкой удалить кутикулу, то через 2 дня, через 3 дня, не зная определенных нюансов, могут появиться заусенции. У нас есть модель, на которой мы выполнили 2 дня маникюр. Сейчас у нас на этот маникюр не нанесено масло, то есть мы ничего специально не подделывали. Сейчас хочу вам показать, как выглядит этот маникюр через 2 дня. Ну и на 2 пальчиках покажу вам некоторые особенности касательно обрезания кутикулы одной полосочкой. Приступим! Сегодня я возьму левую руку и продемонстрирую. У нас выполнен уже маникюр на указательном на мизинце. На большом подготовились, а 2 средних, то есть самых сложных, наиболее близко расположены капилляры на вот этих 2 пальцах. Это средний и безымянный. В зоне синусов, как обычно, происходит травмирование. Я бы, если честно, вот по большому счету, придя ко мне такая клиентка в салон, не предлагала ей делать маникюр. То есть кутикула абсолютно ровная, абсолютно маленькая, зарастает очень аккуратно. И максимум это европейский, наверное, с ремовером подчищения. Но вот выбрали сложную модель с близкими капиллярами и с тонкой кутикулой. Сейчас я вам продемонстрирую, что же в первую очередь нужно знать и сделать для того, чтобы одной полосочкой обработать кутикулу. Одним из самых главных моментов в обрезании ровной линии кутикулы является то, насколько чисто и качественно мы отодвинем кутикулу. То есть если вы кутикулу не проработаете, начиная от свободного края, то есть угол лопаточки, ставим верхний боковой уголочек в латеральную пазуху и такими пружинящими движениями начинаем счищать кутикулу с поверхности ногтя. Обратите внимание, наклон лопаточки, то есть она практически лежит, никаких острых резких углов быть не должно, чтобы не травмировать натуральный ноготь. Захват пальца, захват лопаточки, упор, все это техника и это имеет очень большое значение. Указательным и большим мы держим палец в зоне первой фаланги, а средним пальчиком оттягиваем кожный боковой валик. И проходимся, проворачиваем лопаточку и к центру. То есть от синус, от верхнего угла к центру, от верхнего угла к центру. А теперь топориком от центра мы подчищаем, выводя черные перчатки, наверное, специально, чтобы было видно, что мы убираем, и на черном фоне более контрастно и будет более заметно. Все, больше не буду заострять на этом внимание, все-таки у нас сегодня с вами такой мастер-класс по работе с зоной кутикулы. После того, как мы сразу второй, наверное, сделаем... Обратите внимание, как стоит топорик сейчас. Он стоит перпендикулярно боковому валику. И здесь точно так же, в плоскости, практически вот ставим на режущее полотно, проходимся. И, начиная от синуса, поднимаем топорик вверх и работаем только носиком. После этого мы наносим ремовер. Ремовер наносится разный, то есть у каждого он слойки, слотный, щелочной. Кто на чем работает, не имеет значения. Но ремовер нужен обязательно для того, чтобы доработать кутикулу, которая есть под проксимальной стеночкой. Итак, до минуты ожидаем. Замачиваем руки в ванночке. Еще один важный совет. Не размачивайте руки клиента и пальчики так, чтобы кожа от костей отходила. Потому что, если чуть дольше вы передержите руки в воде, не будет видно, где живая кожа здоровая, а где роговевшие клетки. Это все сольется воедино. Поэтому, на каком моменте опустить руки клиента в ванночку, начать процедуру мацерации, вам нужно тоже этот момент контролировать. То есть, не сразу две руки заныриваете в ванночку, а поэтапно, постепенно. Я думаю, что с этим мастер-классом мы тоже с вами познакомимся. То есть, на каком этапе. А сейчас приступаем к работе. Для работы с зоной кутикулы, конечно, мы будем использовать ножницы. Ножницы мои любимые. Это эклад. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на толщину полотна. Они просто лезвие, очень тонкие. Это очень важный момент в обработке кутикулы. И они очень острые. То есть, ваш инструмент должен быть всегда идеально острым. Просто как клинок самурая. Захват ножниц. Безымянный в нижнее кольцо. Средний под нижнее кольцо. Большой в верхнее и указательный. Вот такой вот захват инструмента у вас должен быть. Теперь салфетка. Я вам показывала, или может быть вы обращали внимание, видели, как сворачиваем салфеточку вот так вот. Наматываем на большой пальчик. И это является у нас таким вот очистительным моментом, в который мы снимаем все обрезанные участки. Еще один есть интересный момент. Мы заматываем большой пальчик. Вот таким вот образом. Окунаем его в водичку. И те, кто уже работает, мастера сталкивались, что подсыхает кожа. И мы чем-то намачиваем заново, либо каким-то инструментом макаем. У вас в данном случае есть сразу же подручный инструмент, скажем такой вот, который пропитан влагой. Если вы долго работали над каким-то участком, вы просто вот так вот раз проходите большим пальчиком. И он у вас опять кожа влажная. То есть не мокрая, как если бы мы сделали вот так вот, капнули водичку и опять насухо вытерли. У вас влажная вот эта салфетка, в которой вы просто слегка увлажняете кожу и работаете опять по слегка увлажненной коже. Очень удобный момент. Если кому-то понравится, можете использовать это в работе, ну или хотя бы попробовать. Итак, мы вынимаем один, промакиваем насухо. Опять возвращаем, заматываем. Заново проходимся. Те же самые движения выполняем лопаточкой. Видно вот уже, насколько мы еще достали. То есть по сухому, когда отодвигаем, не нужно прям вот с фанатизмом пытаться все счистить. Наша задача просто открыть латеральную пазуху и поднять и понихий, чтобы туда прошел ремовер. Если у клиента есть болевые ощущения, то, конечно же, через боль этого делать не нужно. Наносим ремовер, замачиваем ручку клиента, а потом дорабатываем вот таким вот образом. Что важно сейчас и на что обратить внимание? Для того, чтобы ваши ножницы гладко прошли и обрезали одной линейкой, одной полосочкой кутикулу, топориком от синуса до синуса пройдитесь и почистите хорошо кутикулу. Вот. Вот это вот все нужно повынимать из-под кутикулы. Потому что если что-то осталось, ну, как бы вот, да, механически сделали и механически просто вот поводили инструментом под кутикулой. Нет, нужно именно все максимально вычистить. Вот еще. Теперь отодвигаем кутикулу, то есть это самоконтроль такой, мы проверяем себя. Ничего ли там не осталось. У нас чистая кутикула. Вот здесь в синусе есть еще участок. Сейчас я его проверю. Все, подготовили кутикулу к тому, чтобы ее обрезать. Теперь захват. Ставим палец клиента на свой средний, большим нажимаем на край ноготочка, а указательным слегка оттягиваем кутикулу. Вот такой вот захват, то есть у вас видно поле работы, площадь обрабатываемая, и ножницы. Заводим ножницы в зоне синуса, нижнее полотно. Заводим нижнее полотно, и ножницы должны быть перпендикулярно обрабатываемой площади. То есть не перпендикулярно вам, чтобы вы видели торец ножниц, и не лежать на кутикуле они должны. Перпендикулярно ноготочку. Заводим. Шаг. То есть, что называется шагом? Шаг. Это вот раз, и шагнули, и забрали кутикулу, и отрезали. Должен составлять не больше, чем полтора, максимум два миллиметра. Тогда у вас не будет вот таких вот, вот если вот так вот, да, например, большие вот такие вот зазубренные, все равно будет видна линия обреза. Заводим опять кутикулу. Маленькими шагами, по полтора-два миллиметра, от синуса до синуса, вот таким вот образом. оттягиваем кутикулу, проверяем. Она идеальная. Я не буду сейчас обрабатывать боковые валики. На боковых валиках мы и на работе, и на кожницами мы остановимся отдельно. Сейчас хочу еще раз уделить внимание кутикуле на втором пальчике и возьмем общий план, чтобы вы видели, как правильно должна работать ваша рука при этом. Не только кисть и ножницы, а как должна полностью работать ваша рука. Поэтому будет крупным планом. То есть зону кутикулы вы сейчас видеть не будете. Сейчас я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как работает правая рука, как работает кисть, как работает перед плечей, как работает плечо. Потому что это очень важно, и я думаю, что эта информация будет интересна и важна не только начинающим мастерам, но и тем, кто уже работал, и у кого-то, может быть, что-то не получается. Итак, мы начинаем ножницами. В зоне синуса и заканчиваем в противоположном синусе. То есть вот от того, как начинается работа ножницами, просмотрите, как работает рука, плечо и предплечье. Итак, я буду немножко проговаривать, чтобы вам было понятно. Синус. Центр. Сейчас пока попрошу показать камеру поближе, что у нас получилось с этим пальчиком. Ну вот, что у нас получилось. Вот от синуса до синуса мы удалили, и у нас получилась абсолютно ровная полосочка. Все остальное мы дорабатываем накожницами. Это то, что я хотела вам сегодня показать. Я желаю всем вам удачи, творческих вдохновений, хорошего настроения, хороших клиентов, с хорошими кутикулами. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok